Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю за приглашение, за организацию такого важного круглого стола. Ну, ни для кого не секрет, да, что сегодня насущной проблемой и российских мусульман является острая нехватка храмов, да, и культурных центров в городах, препятствия нерегиональных властей их строительства, а также проблема передачи или возвращения имущества религиозного назначения, реквизированных в свое время в советские годы. Нужно подчеркнуть, что отсутствие храмов, да, осложняет работу, прежде всего, с мусульманской молодежью, поскольку это чревато тем, что молодые люди начинают черпать знания о религии, да, из источников сомнительного происхождения, что, в свою очередь, вызывает неверное представление о сущности исламской религии, традиционно представленной в России. До сих пор у нас остается немало областных центров и городов по стране, в которых либо, в принципе, отсутствуют мусульманские храмы, либо их количество ничтожно мало. Это такие города, как Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Рязань, Волгоград и многие другие города. Несмотря на многочисленные просьбы на протяжении многих лет, а также десятилетий наших региональных духовных управлений, председателей религиозных организаций, к властям и к ответственным лицам, с вопросом о выделении мусульманским общинам земельных участков по строительству религиозных объектов в указанных и других городах или запроса о возвращении отнятых храмов в советские годы, просьбы остаются неуслышанными, а проблемы остаются нерешенными. Хотя число мусульман, как многие знают, оно с каждым годом только растет. Президент Путин еще в нулевые годы называл цифру в 20 миллионов российских мусульман, и это число только растет. Сейчас не менее, можно озвучить, приблизительно 25-28 миллионов при любом раскладе. Из них в Москве примерно 10%, это где-то 2,5-2,8 миллионов человек. Хотя эти оценки, конечно, приблизительные, но они скорее занижены, чем превышены. Важно понимать, что без мечети культурных центров велика вероятность, как я уже отмечал, создания радикальных и экстремистских элементов, поскольку людям негде получать знания, они обращаются к интернету и другим сомнительным источникам. По возвращению передачи храмов мусульман, отнятых, реквизированных в советские годы, в свете возрождения этих традиционных духовно-нравственных ценностей, воссоздания по инициативе того же президента Отечественной школы мусульманского богословия, интерес российских мусульман к собственному историческому наследию возрастает с каждым годом. И вопрос возрождения архитектурных памятников, помимо прикладного, имеет и важное смысловое значение для мусульманского сообщества России, как признак ее приверженности традициям религии и ислам, укорененному российской культуре и действительности. Возвращение в собственность мусульман и возрождение былых объектов культовой архитектуры, незаконно экспроверированных в годы воинствующего атеизма, и ныне находящимся в собственности ведения различных государственных органов и муниципалитетов, может стать частичным решением вопроса о острой нехватке мусульманской инфраструктуры в городах-миллионников. Напомним, что правовая основа для справедливых государственных решений в части возврата верующим различных религий и святынь, заложенная еще в 90-е годы распоряжение президента и постановление правительства Российской Федерации, и окончательно закреплена в 2010 году в виде федерального закона номер 327, как вы все прекрасно знаете, да, федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Так, ну, нужно сказать, что нами сейчас проводится большая работа по такому собранию, собиранию материалов, архивных документов, подтверждающие право мусульмана на тот или иной объект в регионах, да, той или иной мечети. Мы уже получаем множество вот этих архивных справок из региональных государственных архивов, из которых мы собираемся отстаивать право на те или иные объекты. Ну, это нужно отметить, в первую очередь, там, мечеть, да, бывшая мечеть в Ростове-на-Дону, которая недавно была передана под школу джаза, да, до этого была, принадлежала Министерству обороны, да, военный клуб там располагался. В Волгограде также существует проблема, даже какие-то разваленные мечети, да, они могут передать собственность мусульманам или хотя бы в пользование. Вот, в Астраханско-Персидская мечеть, да, также существует проблема. Во Владикавказе в мечети располагается планетарий, в Ставрополе музей изобразительного искусства, ну и многие другие объекты, которые имеют важное историческое значение для российских мусульман, да, как исконно традиционно представленных, да, как в Российской империи, так и в советское время, так и в современной России. Касательно Москвы, да, ну, тоже известная проблема, да, она широко растиражирована, да, в социальных сетях, в массовых медиа. Да, да, недавно Муфти Гайнудин выступил, как вы знаете, с инициативой строительства в Парке Патриот храмов и других религий, да, традиционно представленных в России, вот, не только мечети, да, но и других. Нужно понимать, что это как строительство, да, и как и возвращение культовых объектов традиционным религиям, да, имеет важное, ключевое значение, особенно если это касается вопросов гражданской идентичности, да, формирования будущего молодежи, да, и будущего в целом страны. Спасибо за внимание. Спасибо.